А теперь мы переходим к внутреннему ордену нацистского режима, ордену Черного Солнца, о чем большинство людей никогда не узнают. Действительно что-то понимаю или знаю о чем-то подобном. Это было так хорошо спрятано, как будто это был оккультный орден. Внутри шутштафеля Генриха Гиммлера, эсэс, который он сам называл мистическим внутренним орденом нацистской партии, был внедрен другой оккультный орден и тайное общество. Д. Шварц, Черный Сын. Черный Сын был внутренним орденом внутри внутреннего ордена, оккультным братством, которое действительно руководило Третьим Рейхом. Гиммлер, скорее всего, основал орден Черного Солнца на верованиях человека, известного как его личный Распутин, и его личного мага, его наставника и советника по вопросам оккультизма Карла Мария Виллигут. Виллигут верил, что сгоревшая звезда или Черное Солнце по имени Сантур, когда-то была центром нашей Солнечной системы и служила источником мистической силы для древних арийцев. Так вот, независимо от того, правда это или нет, они поверили в это, особенно Вилли Гейтс. В его оккультные убеждения существовало Черное Солнце, которое в конце концов погасло. Возможно, она превратилась в звезду Коричневый Карлик, которую он назвал Черным Солнцем. И он считал, что это был главный источник силы древнего германского языческого народа. Другие эзотерические группы в нацистской Германии называли эту древнюю силу Врил. Это символ Черного Солнца слева, который использовался Гиммлером и СС, и другие тайные общества и оккультные организации, также верили в Черное Солнце, и имели свои вариации символа Черного Солнца. Вот здесь, справа ты видишь руины Арманина, а в центре Черное Солнце, разновидность Черного Солнца, используемую обществом инструментов. Символ Черного Солнца образован 12-ю руинами Арманин-Зик, теми же самыми руинами, которые были выбраны для обозначения СС, расположенными по кругу. Чтобы представлять 12 домов Зодиака, окружающих центральный диск, представляющий Черное Солнце в его центре. Еще раз, запомни 12 колонн и перекладин Хенджа в Деглаке, колокол, хорошо? Хорошо? И когда ты увидишь комнату, в которую это на самом деле помещено, ты поймешь, что здесь больше символики 12-ти, хорошо? Значит, символ Черного Солнца, это стилизованный Солнечный Круг. Повторюсь, это было одно из украшений, использовавшихся в нацистской рождественской традиции, Солнечное Колесо. А Черное Солнце было его разновидностью. Опять же, 12 домов Зодиака, окруженных Центральным Черным Солнцем. Вилагуд спроектировал этот вариант Черного Солнечного Диска, который вы видите здесь. И Гиммлер приказал вмонтировать его в мраморный пол Зала Обергруппенфюрера. Зала высших руководителей СС в замке Вивельсбург. Зал Обергруппенфюрера, это круглое помещение внутри северной башни замка с 12 колоннами и 12 окнами. Здесь снова повторяется цифра 12. Это открытый зал Обергруппенфюрера, зал высших руководителей СС, изображенный здесь. И на самом деле в замке 12 колонн и 12 окон. Комната в комнате в комнате. В центре светло-серого мраморного пола комнаты находится темно-зеленая мраморная инкрустация в виде символа Черного Солнца. Каждая из 12 спиц которого указывает на каждую из 12 колонн в зале. Первоначально в центре орнамента был золотой диск, который скорее всего символизировал источник энергии Черного Солнца, врил, но с тех пор его убрали. Число 12 в дополнение к обозначению домов зодиака может также указывать на порядок расположения знаков зодиака. Тевтонские рыцари, в честь которых Гиммлер создал СС, также имели мистический внутренний орден, состоящий из 12 элитных рыцарей. Если ты думаешь, что все это случайно, то это просто замечательно. Комната под названием Де Груфт, гробница или склеп, расположена прямо под обер-группенфюрерским залом. Ее форма напоминает меккенскую купольную могилу. Там изображен гров. Вот его фотография в правом верхнем углу, вероятно он использовался как оккультная ритуальная камера СС. В центре всего этого было незавершенное строительство вечного огня, который должен был олицетворять так называемый тысячелетний рейх нацистов. В 1935 году Генрих Киммлер основал СС Шульхаусберг, школу СС при доме Вивсбургов, которая предлагала курсы идеологической подготовки для СС-лидеры. И это будет называться школа рейхсфюрера СС. Руководители СС собирались в Вивельсбурге 3-4 раза в год для проведения совещаний по планированию и церемоний посвящения в члены СС, организованных Гиммлером. Ближе к концу Второй мировой войны Гиммлер приказал, чтобы Вивельсбург стал рейхаусом группенфюрера СС, рейхаусом высших руководителей СС. Если ты не думаешь, что это оккультное тайное общество, которое он там создавал, я имею в виду, опять же, я не знаю, что именно, чтобы рассказать тебе. Вся эта символика восходит к Вилагуту и Черному Солнцу, к тому, как они обустроили комнату, ну ты понимаешь, и ты знаешь очевидно, что символ вон там, это вариация свастики. Более сложная ее версия, которая на самом деле была инкрустирована в потолок Вивельсбурга, в куполообразной комнате под названием Дегруфт, которая находится прямо под группой Абера в зале фюрера, который находится прямо над ней, где на полу изображено Черное Солнце. Гиммлер и Вильягут планировали, что Вильберг станет будущим центром мира и столицей нацистского нового порядка, а также местом планирования и ритуальным центром. Ритуальным центром Ордена Черного Солнца, оккультной элиты нацистских СС. Это замок Вивсбург. А вот еще одна разновидность Черного Солнца, символ Солнца Шварца.